Двенадцать лет Зина была рыбкой, зайкой и кисулей. А тут вдруг, как-то совершенно неожиданно для себя, она узнала, что похожа на клушу, не следит за модой, а ещё пресная, деревенская и немолодая. А Зине на минуточку всего лишь тридцать два. И всё это ей Аркадий сказал, доставая из шкафа своей рубашки. «Нет в тебе, Зинка, изюминки», – сказал он на прощание и уехал к молодой, модной и начинённой так необходимым ему изюмом любовнице, прихватив два чемодана вещей. Три дня Зина лежала и не хотела жить. Мысленно перебирала симптомы измен, на которые не обращала внимания, задавалась вопросами. «Как дальше жить? И стоит ли?» На четвёртый день поднялась, подошла к зеркалу. Из зеркала на Зину смотрела лохматая, опухшая от слёз тётка. «Надо что-то делать», – сказала себе Зина. Отпуска осталось две недели. И раз уж поднялась с кровати, то нужно идти дальше. С чашкой горячего чая Зина устроилась в кресле и стала думать, с кем разделить своё горе. Подруги и коллеги отметались сразу. Не хотелось давать повод для пересудов и неискренних сочувствий. Сидеть в одиночестве в четырёх стенах – не выход. Оставалась бабушка Варя, Варвара Тихоновна, единственный родной человек. Несколько раз в год Зина навещала бабулю. Возила ей кучу гостинцев из города. Приглашала к себе. Но Варвара Тихоновна в своей семьдесят девять вполне себе жила самостоятельно и в посторонней помощи пока не нуждалась. На этот раз Зина приехала без гостинцев. Себя бы дотащить, растоптанную и униженную. Бабуля, увидев это воплощение несчастья на пороге, сплеснула руками. А потом этими же руками прижимала Зину к своему плечу, которая та, рыдая и рассказывая про клушу и изюм, обильно орошала солёными слезами. Выплакав часть своего горя, в любимое бабушкино платье в розочках, Зина вскоре уснула на высокой старинной кровати, уткнувшись носом в мягкую большую подушку и вдыхая лёгкий запах лаванды. Бабуля обожала этот аромат и подкладывала любимую травку в сундук, где хранила постельное бельё. Проснула Зина вечером. В доме было тепло, тихо и пахло пирогами. А у меня банька готова, Зин. Вот тебе полотенчика, беги, мойся. Я тебе там и веничек запарила, и ромашку. Через два часа Зина, распаренная и благоухающая травами, вернулась в дом. На столе стояло большое блюдо с пирогами, кастрюлька с горячей рассыпчатой картошкой, с укропом, миска солёных груздей и бутылка с фирменной бабулиной настойкой. За новую жизнь предложила Варвара Тихоновна, стукнув своим стаканчиком с рубиновым вишнёвым вином в зенен стакан. За счастливую новую жизнь добавила она. Через какое-то время, благодаря открытым настежь в тёплую августовскую ночь окнам, в домике бабушки Вари соседи могли наслаждаться песнями. Ромашки спрятались, ой, мороз, мороз, напилась я пьяно и ещё многими другими в исполнении слаженного женского дуэта. А рано утром в лёгком халатике босиком Зина бежала по сверкающей от росы траве к местному озеру, где долго потом купалась и любовалась поднимающимися над деревней солнцем. Вернувшуюся после купания внучку Варвара Тихоновна встретила словами «Яблоки поспели. Будем варить варенье». С этого дня вспоминать Зине о том, что она несчастна, лежать сутки напролёт и безучастно смотреть на окружающий мир, как это положено при депрессии, было уже некогда. За две недели они с Варварой Тихоновной сварили 20 баночек яблочного варенья, 10 – вишнёвого и 15 – сливового. Это не считая банки с малиновым, смородиновым и крыжовиным. В каждое варенье добавлялось что-то особенное. То, что придавало готовому продукту неповторимый вкус и аромат. В ход шли ваниль, корица, листочки вишни, цедра апельсина и лимона, дроблёные орехи, кардамон, имбирь, изюм и ещё многое другое. Со всей округи на умопомрачительные запахи к бабулиному домику слетались пчёлы и осы. А вечером, когда солнце начинало прятаться за тёмным еловым лесом, с большой неохотой разлетались по домам, натыкаясь по дороге на деревья и заборы, потому что аромат бабулиного варенья пьянил, одурманивал и лишал бедных насекомых ориентации. Помимо варенья, Зина и Варвара Тихоновна сделали своими руками ремонт. Поклеили красивыми обоями комнатки, всё, что моется, отмыли, обновили занавески на окнах, выстирали дорожки. С каждым днём Зина становилась веселее, душевная боль отступала, а желание жить росло. Вечера по-прежнему, как по заказу, были тихими и тёплыми. Уставшие после трудового дня и разомлевшие после жаркой бани, Зина и Варвара Тихоновна подолгу сидели на кухне и гоняли чаи с ватрушками. А потом они выходили на крылечко, где сидели, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись одной большой шалью, и тихонько напевали любимую бабушкину белоснежную вишню. Ночное небо из тёмно-синего бархата было усеяно звёздами, которые время от времени отрывались от него и падали в лес. Наверное, бабушка Луна пришила их непрочными, очень тонкими нитками. И когда очередная звезда летела вниз, можно было увидеть тянущийся за ней маленький белый хвостик. А ещё Варвара Тихоновна терпеливо учила Зину вязать. Первой самостоятельно связанной вещью стал шарфик, ярко-оранжевый, как апельсин, мягкий и пушистый. Перед отъездом Варвара Тихоновна стала аккуратненько складывать в сумки баночки с вареньем. В этой сумке малиновая и яблочная, а в той вишнёвая. Осторожно, не разбей. Бабуль, ну как я это повезу? Мне ж не поднять эти сумки. Ничего. Вон к соседке сын приехал на машине из города. Вот с ним и уедешь. Я уже договорилась. Он тебе сумки до квартиры доставит. Сын соседки, Сергей, внёс тяжёлые сумки в прихожую Зининой квартиры. С удовольствием взял предложенные в знак благодарности две баночки варенья и оставил на тумбочке у зеркала визитку с адресом спортклуба «Турист», где работал инструктором. Где-то в конце зимы Аркадий возжелал вернуться к Зине. Видно, в молодой любовнице оказалось недостаточно изюма. Даже приготовил текст на тему. Был глуп, прости ты лучше всех. Но телефон Зины вот уже две недели был вне доступа. Сама же Зина с большим рюкзаком за спиной в это время взбиралась по крутому холму вместе с другими весёлыми туристами. Возглавлял группу инструктор Сергей в ярко-оранжевом пушистом шарфе, бережно замотанном вокруг его шеи заботливыми руками любимой женщины. Через четыре дня они вернутся в свой город, чтобы накупить кучу подарков, загрузить всё в машину и уехать в деревню к Варваре Тихоновне. Как-никак юбилей у старушки. Восемьдесят лет. А теперь рецепт очень вкусного и ароматного сливового варенья с корицей. Которая своими восточными нотками порадует вас зимними вечерами. Слива один килограмм. Берём самые плотные мясистые плоды. Без порчи. Промыть, просушить, разрезать на половинке. Удалить косточки. Засыпать 0,9-1 килограмма сахара в ёмкости, в которой слива будет вариться. Оставить на 6 часов в холодном месте, чтобы появился сок. Затем кастрюлю ставим на маленький огонь и варим 15 минут после закипания. Не мешать. Можно иногда встряхивать. Варенье остудить и поставить в холод на 6 часов. Каждый кусочек сливы насытится сахарным сиропом. Добавляем в кастрюлю молотую корицу 10 грамм. Ставим на маленький огонь и варим ещё 20 минут при закрытой крышке, чтобы аромат корицы не улетучился. Готовое варенье горячим разливаем в банки. Закрываем крышками и укрываем одеялом до полного остывания. Приятного аппетита, друзья!